Царю небесный, утешителю души истины, И живи везде, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю принеси лицамны, И очистены всякие скверны, И спаси благое души нашу. Господи, благослови наши занятия, Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и на мысли по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Послание Филимону, второй стих. И Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней Твоей церкви. Толкование. Может быть, Апфия была супругой Филимона, А Архип другом. Если он совоинственник, то будет принимать участие и в этом. Это был тот самый Архипп, о котором в послании к Колоссянам пишет. Скажите Архиппу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. В Колоссянам 4.17. И домашней Твоей церкви. Церковью называют апостол всех верующих в доме Филимона, включая сюда и рабов. Обрати внимание на смиренно-мудрее. Он увещевает и их, чтобы они задействовали ему в просьбе. Воскресенье все в церковь. Церковь, церковь, здание. Уходят в церковь, бабушка в церковь. А вот о домашней церкви, о маленькой группе, не слышал. Ты? Не слышал. Я не слышал. Ничего, ты богослов должен быть. Я видел домашнюю церковь. Ладно, прикинь. В монастыре в Магадане. У них прямо в самом монастыре, прямо где они там, трапезная внизу, поднимаешься наверх, и там прямо у них храм, все. И у них там, бывает иногда, они там молятся, прямо в самом монастыре. А бывает иногда у них выездное. Они едут в Свято-Троицкий собор кафедральный и молятся там. Так вот, раньше богатые люди дома себе строили церковь. И там был у них священник. Потому что слуг было много, а все верующие. И рядом там, видать, люди, знакомые собирались. И в воскресенье, там, в субботу молились. И священника содержали. Вот такие были добрые люди раньше. А мы-то пришли тоже в домашнюю церковь. Ну вот молились. Игнатий Тихоновича. Дома. Дома молились, да. Ну можно тоже как бы домашнюю назвать, да? Батюшка хоть приезжал, но однако там прямо алтарь был. Алтарь там был. Такие дела. Поэтому как ты мог о домашней церкви слышать? Коммунисты и так все выхолостили из умов. Бога никто не знал. Не то, что там церкви домашние или какие. Они до такой степени забыли Бога. Попытались, чтобы люди забыли. Что даже не как... Там такой козырь у них был, что до революции остались крепостные. Они крестьяне только в монастырях. В 1861 году Александр II освободитель всех крестьян освободил. У всех земельных... У кого были крестьяне, у кого были земельные помещики, налог. Но на делах были крестьяне везде крепостные. Он освободил. Кроме одной группы категории крестьян крепостных в монастырях. Они как были приписаны к монастырям, так и остались до конца. Но это уже как бы для них было неважно. За это они сначала убивали священников. За то, что вот как над народом издеваетесь. А потом уже это забыли. А мы сейчас пласты эти истории открываем. И диву даемся. Вот о рабе пишет апостол Павел. Уговаривает хозяина, чтобы отпустил. Раб-то какой оказался великодушный. Верующим стал. О Христе проповедовал. Так помогал апостолу. Прям невероятно. А тут сколько было рабов. У верующих людей уже. В самой церкви. Уж могли бы отпустить на покаяние. Сколько бы благословений получили. А так может быть эти люди последние добили Господа уже воплями своими. От несправедливости. Но получилось как всегда. Евреи тоже вопияли Господу. Думали, что сейчас Господь придет. Иго эта египетская отменит. И все будет хорошо. А что получилось? Получилось так, что все, кто вопиял, кроме двоих, закопаны были в землю, в песок. 603 тысячи. Мужеского населения. Все, кому было 20 лет, когда вышли из Египта. Всех закопал Господь. Так что вопль Господу, даже по справедливому случаю, еще не значит, что все будет хорошо. Ты должен за собой теперь следить. Чтоб не возмущать. Ну вот у нас точно так же получилось в России. Фильмон 3 стих. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. Каким образом благодать Божия будет с нами, если и мы будем прощать своим должникам? А каким образом будет мир, если и ты помиришься с рабом? Четвертый стих. Благодарю Бога моего, когда вспоминая о тебе в молитвах моих. Всякий раз говорит, как я вспоминаю о тебе. И вспоминая я всегда, когда молюсь столько раз и благодарю Бога за твою добродетель. Пятый стих. Подожди, давай вот еще перед этим вернемся. Что будет, если ты помиришься с рабом? Вопрос стоит там или что? Нет, вопрос. Благодать вам и мир от Бога, Отца. Что такое? Сначала спросу, что такое благодать? Благодать это... Тогда будет, если мы будем прощать своим должникам. Ну, то есть, задаром просто простил и все. Благодать. А каким образом будет мир и ответ, если и ты помиришься с рабом? И ты. То есть, раб-то с тобой как бы... Ответ уже даже дам, как надо было все исполнять в жизни нашей. В революции. Да и сейчас тоже. И сейчас. Как нужно исполнять? Нужно людей-то, вот этих рабов, которые работают, их надо любить. С ними надо мириться, мирно жить. Не только красотой, блистанием братьев, как царь-батюшка выходил, там парады такие, в мундирах золотых и так далее. А вокруг нищета и голь перекатная. Сейчас хоть пенсии какие-то начали. А раньше ничего не было. Ну и как, и дождались своего часа. А мне, чтобы помириться-то с тем, кто больше всего в стране. Все. Мы народная власть. Мы народная власть. А народ только и делает, что ропщит и ропщит. Ну понятно, народу всегда что-то не хватает. Но однако. Чего вот в Европе не ропщат они? Или в Америке. А у нас тут всякая власть от Бога. Всякая власть от Бога. Все. Тихо. Мирно. Жуйте. Сопли ваши. А американцы, вон как сделали. Собрал всех этот. Рузвельт. Ты сказал, в семнадцатом году. Собрал пятьдесят человек самых богатых. Миллиардеров. Американских. И говорят, вы видели, что в России творится? Рассказали перед этим. Как убивают богатых. Стреляют им в лоб там и так далее. Хотите, чтобы у нас такое было? Нет? Вот все скидывайтесь. Вот экономически рассчитали. Устанавливаем заработную плату для рабочего в час. Все. И не заплатите. Пеняйте на себя. Я умываю руки. Вас будут стрелять первых. Все. И сейчас у них спокойно. Вон Акуловы братья приехали. Игнатик наш разговаривал. Всех отцов. Пятнадцать-шестнадцать долларов в час. До девятнадцати. В час работнику на простой работе. Тот как Володя там дрова колет. Или там строитель. Или ты таксист. Меньше получаешь. Можешь заловаться. Посуду тебе выплатят. Все снимут с того капиталиста, который тебе не доплатил. Все понятно и ясно. Почему у нас-то так не сделать-то людям. Конкретно, чтобы он за свою работу. У нас Златоуст сейчас описывает, как нужно. Вчера был о праздности и лени. О праздности и трудолюбии. Ну так трудолюбие надо же поддерживать тоже. То правильно. Володя колет. Да? И ничего это не значит. А другой просто сидит в администрации. Его все проклинают. Этого благодарят. За то, что он сделал. Тяжелая работа. Не каждый вынесет. Все его проклинают. Он получает дивиденды вот такие. Ну с чего? Ну ясно, что у нас что-то нарушено в труде. Что-то неправильно. Ну так хотя бы минимум тогда на этот нерентабельный труд сделайте какой-то. Чтобы люди трудились и благодарили Бога, что все нормально. А так что человек трудится, трудится. Он все равно голодный. Да тут хоть, говорится, кол на голове тиши. Уже. Что зависит? Власть от Бога? Что, Бог хочет, чтобы человек трудился и ничего не получил? Ерунда какая-то. Вот так вот у нас все в этой стране. Называется Череспень по-флотски. Зарядили вот это Череспень по-флотски. Что такое? Нету такого выражения. А русский народ придумал. Это абсурд непонятный. А все потому, что всегда был князь. Князь сидел на печи. Жевал калачи. Ничего не делал. Вокруг были вассалы, которые вечно воровали. И в неведении держали его. И так и было и при царе-батюшке. Сам выехал, когда в действующую армию. Увидал все, что творится. Да не успел, как говорится, уже дальше исполнить. Потому что захлопнули вышеловку. Надо было, чтобы выехал из столицы. Приготовили заговор уже. И опять ничего не получилось. Почему? Опять по той же схеме начали действовать. Без советия. Вот Игнат Иванович, как говорил, пошли добрых помощников, наставников и советников. Они там так не молятся. Вот Путин сто процентов не молится, чтобы послал добрых. Ну вот да, Сирию разбомбили, молодцы. Во внешней политике у нас все. Президент, Путин, везде. А Казанский собор-то у нас пытались взорвать. Не в Америке. Не в Греции. А почему? Сложно догадаться, да? Они на джипах ездят с пулеметами. А мы их новейшим оружием бомбим. Интересно, у них есть какая-то злоба или нет? У этих мусульман. Это я такой риторический вопрос задаю. Еще повезло, что просто Чечню кормим дотациями туда. И Кадыров, он прям наш президент, наш президент, наш президент. И все строя такие там показывают. Подходит, эмир приехал из Саудовской Аравии туда к нему. И он его знакомит со своим подразделением спецназа. Кто его окружает? Командир полка. Все вот такие двухметровые росты, такие здоровенные. Командир полка следующий, весь в орденах. Наш президент сказал нам охранять рубежи, и мы будем. И они мало не сомневались, что они охраняют. Но они же тоже мусульмане, вот в чем дело. И мы тоже, у них там тоже кое-кто на нас имеет, точит зуб. Все опять через злобу. А как написано в Евангелии? Про злобу. Чем нужно гасить злобу? Злобой? Боли твоих постов? Нет. Добром написано. Добро. На зло отвечай, добром написано. Проклинающих тебя благословляй. Гонящих тебя благодари, благослови. Тебя убивают, а ты дай ему последнее. Дай, напои, накорми. Вот это напоили, накормили бомбами. Казалось, сейчас все, победили там, так далее, тому подобное. Это все еще впереди, наукница. Что ж это за победа такая? Филимону 5 стих. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Толкование. Из Фригии не было бы слышно в Риме о любви и вере его, если бы она не была велика. Так как ты любишь всех святых, то есть верных, то должен полюбить и Анисима. Ибо и он есть уже верный, чтобы через сто явить себя любящим и Господа. Видишь ли, какие понудительные он собирает в уме его помышления удовлетворению прошения. Шестой стих. Слушай, хотел немножко комментарий сказать. Тут же, я так понимаю, дело такое, что Анисим был раб, да? Да. И теперь, когда он там что-то украл, убежал, попал там потом дальше в нищету опять, и пришел туда и стал помогать апостолу Павлову веру, да? Да. Как бы так получается. Ну все как бы простая такая картина, схема ясная. Но я удивляюсь апостолу Павлу, апостол Павел там самого Филимона самого обратил ко Христу. Ну он просто сказал, Филимон, у тебя брак мой, у нас новый брат появился, бывший твой раб, он у тебя там украл, а теперь мне помогает. Вот здорово так как, и все, казалось бы, да? Ну, нет. Целое послание описывает, да в таких еще красках, да там с извинениями, с реверациями. Я хочу сказать, у нас такого практически никогда не бывает, вот среди нас. У нас как-то намного проще все, да? А так бы что-нибудь случилось в письменном виде, послание, послание Дыбунова Игорен, Надежды Савт, это, Дмухи. Дорогая. Так, нет, минуту. Дорогая, возлюбленная во Христе сестра. Я считаю, ты считаешь, мы считаем. Сергей Игнатов я не читал, вот, в Зарятик-то, там страница на 10 он написал. Да ты че, тут похоже тебе. Копия там вышел, ну он там их растребушил. Можно, давай. Я думаю, одна из причин, почему апостол Павел так тщательно все это ему подготавливал эту почту, что он был, видимо, сильно огорчен этим фильмом. Был сильно, видимо, может даже какие-то, вроде как, он мне не нужен, вроде как, такой вот. Такое бывает, по-человечески, можно так сказать. То есть, бывает внутри, в варении происходит, даже у верующего человека, какой-то человек тебе неприятность сделал, тебе приходится молитвой глушить в себе эту неприятность внутри себя, раздражительность. Ну, то есть, тут. Ну, я понял. Ну, как бы, примерно такой, одна из причин, можно. Ну, то есть, то, что у нас в простоте это лучше, да, конечно? Я тоже так считаю, что лучше. Давайте не будем так обижаться ни на кого-то. Можно я не могу? А где у нас Василий, а? Я вот не помню, в каком из стихи Евангелия, но когда молодой человек подошел ко Христу, и спросил, что нужно ему, чтобы у наследовать Царство Небесное. Какие заповеди знаешь, исполняешь? Он, да, возлюби Бога, возлюби ближнего. И еще было, не обижай. Вот мы говорим много, не обижайся. Это не христианское чувство обижаться. Ну, обижать, получается, конкретно Христос сказал. Не обижай. И Он сказал, все это я исполнил. Поэтому мы тоже должны быть осторожны. Когда мы что-то говорим или что-то делаем своими действиями, поступками, должны стараться не обидеть. А не то, что вот я так решил, я так сказал, а ты вот как хочешь, но выслушай меня. Обратите на вот этот стих тоже свое внимание. Голова. Спасибо, Стас. Я не имела конкретно какого-то личности, конкретно и себя имею в виду тоже. Буду теперь обижать с осторожностью. Написано, не обижай, не обижайся с осторожностью. Не, ну это, Сергей, оправдывает, сестра сказала, сколько у нас есть сестер, которые вот ушли, вот в последнее время особенно. И уже такие, я думал, что они уйдут вперед ногами от нашей общины. Нет. Своими ногами ушли из общины и все. И главное, они такие твердые, сколько ходили, благовествовали многие. И ушли, и все. Какая-то обида. Но, видать, обида я другого не могу подобрать. Но не из-за того же, что рядом храм. Там, в московской патрахеи. Это уж совсем, как говорится, на глупого рассчитано. Ну вот, яговитина была. Она сто процентов ушла из-за обиды. Другое дело, обидели ее или не обидели, теперь вот надо думать. Обидели или не обидели? Что это? Обида. Ну, это те, которые со стороны, они не знают нас, а те, которые здесь уже вот. Она, не ждустяно, говорит о тех, которые из нас вышли. А, они из нас вышли? Да. Я поняла вас. Ну, конкретно одна сестра, вот она не пошла. Потому что каждое воскресенье должна быть литургия со священником. Интересно. Мы ходим в другой храм, и как бы, ну, хочешь, ходи. Ну, мне вот интересно, на каждое воскресенье должна быть литургия. Ну, вот порой бывает, например, меня, в последнее время, то ребятишки болеют, то там еще какая-то забота. Саша уедет. Но у вас, честно, нет. Вот нету, вот нету меня на литургии. Ну, все же мы люди. Так можно претендовать на это? Тогда ты должен, вот, хоть живой, хоть мертвый, но быть каждую литургией, раз ты претендуешь на то, чтобы священник должен служить здесь каждое воскресенье литургии. Получается-то так? Тогда и к себе будь настолько же строк. Да. А вы помните, к нам роман-то приходил? Как, что он сказал? Не слышали? Когда, ну, роман Шимко приходил на обед, он там сидел. И это, я говорю, ты вкушай что-нибудь, ну, вкусай трапезу. Он такой, да нет. Я говорю, ну, чайку попей. Он говорит, ну, если немножко чаю попить. А было время вот как раз без двадцати двенадцать. И он, и он так посмотрел на время еще, я тоже, и говорит, я, говорит, только в двенадцать или, говорит, в первом часу, говорит, у меня начинает работать живот, желудок. Потому что, говорит, потому что, говорит, я уже за двенадцать лет в старообрячестве привык со службы воскресенья кушать только в двенадцать или в первом часу. Я такой подумал, те, кто у нас уходит по этой причине, думаю, им же радость должна быть, представь себе. У нас всего один час. Ну, тут Игнат Тихонович поговорил час. И все. И в десять ты уже можешь, ну, полодиннадцатого. Я вот посмотрела ролики с собранием, час двадцать, час тридцать, но, по-моему, даже больше нету. За последнее время, примерно час двадцать, час двадцать пять. Я не считаю, что это слишком много. Если, конечно, кто-то болящий, у него, ну, там, нужно покушать, но он же имеет возможность выйти там, покушать и прийти на собрание. То есть, не обязательно нам домой. Быстрее здесь покушать, чем добраться до дому и там накушаться. Как-то так. То есть, обычно как-то все говорят о каких-то трудностях, а тут, наоборот, человек хочет трудностей. Это, ну, тоже с натяжкой что-то такое непонятное. Это даже, на это обижаться-то невозможно. Что нет у батюшки? Наоборот, только слава тебе, Господи. Так как дети всегда, батюшка будет. Шестой стих. Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Благодарю, говорит апостол, Бога за любовь Твою. Молясь я о том, чтобы вера Твоя, которая у Тебя общая с нами, была действенно, деятельная и живая в познании Тобою всякого доброго дела. То есть, чтобы тебе любить его и в дело производить. Ибо вера тогда жива бывает, когда мы прилежим всякому делу благому, как и мертва, когда бывает без добрых дел. Прибавил. Павел у вас, чтобы показать, что и теперь Филимон имеет уже всякое благое в себе дело. Как бы так говоря. Познание всякого дела благого и теперь в вас. То есть, в тебе уже сущего. Сказав, общение веры, святой Павел соединяет Филимона с собою и едино творит. Общая вера есть и единотворна, так что ты должен и едино со мною мудрствовать. Или общением веры он называет милостыню, бывающую от великой веры. Итак, апостол говорит, память о тебе творю, моляся, дабы общительное и благоподатливое расположение твое никогда не прекращалось. Но более и более да изливаешь ты на нуждающихся всякое благо у вас, то есть, которое есть у тебя. Во Христе Иисусе. Ко Христу Иисусу, говорит, возносится всякое благо. Какое делаешь ты нуждающимся, особенно святым. Так и теперь, если примешь Анисима и сделаешь мне удовольствие, то самому Христу то сделаешь. Я вот это вот читаю, а всякого доброго дела у вас. И вот в глазах всплывает письмо вот этому настоятелю храма из города Углидар, который Сергей Игнатов был в Потеряевке через наши ресурсы. И вот он пишет в этом письме, то есть настоятелю, то есть сердце его переполнено. То, что вот он начал делать добродело. Какое добродело? Он начал читать псалмы на русском языке, пока там идет исповедь, я так понимаю. Когда люди болтают в храмах, сидят в празднуках о мирском, он просто решил читать псалтирь. И его за это настоятель, по-моему, или запретил, или отлучил, но что-то какое-то там у него непрещение. Прещение, короче. Вот. И он, короче, тогда уже на настоятеля начинает жалобу писать. А те его считают кляузником и наушником. И он пишет, что ну почему народ никакого доброго дела не делает. То есть отстояли, пришли и а где же вот вера-то живая-то? И вот приводится на места писания тоже все как бы. По делу-ка. Ну как бы все по делу-то. Он побыл у нас, он посмотрел, как тут у нас-то. Ну народ живой, как тут написано, живой. Да. Вера живая. А там действительно, и вот у меня мама тоже вот ходит, да, они как-то вот общаются там вроде, но видно, что какое-то вот неживое все. Вот она, вот от пойти, отстоять, отстоять от этого, как будто вот знаешь вот. А и у них, и у него батюшки тоже, они понимают, что что-то не то и не так. Понимание происходит, а дальше ничего не идет. Почему не идет дальше? Ну не знаю почему. Может как-то и нас Господь хочет задействовать. Толкача нету, да. Давай. А у меня вопрос по Сергею Игнатову. Это он начал читать псалтырь? Да. А он как-то, он перед этим подошел с беседой к батюшку, к настоятелю. Он сказал, батюшка, ну вот такое происходит, как бы, мне кажется, лучше вот в это время, чтобы народ не разгуливал там по храму, не разговаривал по разной беседе. А поставить чтеца, чтобы он читал псалтырь. Но если никого нет, я за бесплатно буду читать. Там же у них, возможно, все это не за бесплатно. Вот такая беседа у него произошла с батюшкой, или как, или получилось так, вот я назову это вероломное какое-то вот так вот. Ну я считаю, это нехорошо. Ревность, конечно, он будет проявить ревность, это всегда похвально. Ну не то чтобы самохотение, это доброе дело, у него там в сердце возникло, росток. Но нужно тоже как-то с батюшкой, он вот эту беседу проводил с батюшкой, поговорил, или как, или он просто вот вышел, и я буду читать псалтырь. Я сейчас не могу сказать, но мне кажется, что батюшка за ревность должен поощрять любой настоятель за нормальную ревность, а не гасить эту ревность, ни в коем разе. Для того начальника иметь, чтобы доброе... Как вы себе, братья, представляете, даже в нашей церкви, как вы себе представляете, даже в нашей церкви, вот один брат решит, например, что-то вот по ревности. Ну я уж не буду приводить примеры, подожди, можно я скажу? И батюшка, мы ничего не скажем, все равно же мы подойдем к отцу и к ему, скажем свое намерение, попросим благословения. Ну уж батюшка там разбирается, стоит ли это, нет, обоснует, почему, например, не стоит этого дела. Ну, Галь, ну ты вот в лагерь едешь летом, ты просишь благословения у батюшки? Я нет. Ты странно... Я нет, ну это, по-моему, а зачем? Сережки, я тоже самое, Галь. Это не храм. Сережа, разреши, ну это плохое дело, вот они... Сережа, разреши? Давайте, давайте, как златоуст проведем расследование. Небольшое, быстро, быстро, я не думаю. Вот, глядя, я что услышал, я что понял, вопрос сестры. Ну, нормальный вопрос, я понял. Вот теперь начинаем. Сравниваем их храм и наш храм. Там, когда бабушки, говорит, беседуют, говорит, так, он решил, когда они там тарабар-барабар, вот когда вы тут начинаете, тар-быр-быр, а я тут сижу, пою, я что начинаю? Возбухать. Потому что тут трапезная для того, чтобы петь. У нас сейчас идет по определению нашему пение, потом трапеза. Но мы решили... Замечу по определению. Мы решили определиться так, да, батюшка ничего не благословлял. Мы решили определиться так, что сестры тихо накрывают, только звон посуды, и все. И никто не разговаривает, а тут песнопения идут о Христе, и они якобы с таким благодарением, с таким вдохновением о Христе накрывают. Ну, это замечательно просто. Тут не еда будет, а мана небесная. Теперь смотрим, что там у них происходит. О чем говорит, вот, допустим, брат говорит про свою маму. Я знаю, у меня мама такая же. О чем у них идут духовные разговоры? Начинается. Ну, у тебя что? У тебя... Да у меня ничего. А вот соседка у меня, вот это, знаешь, там поехали они, вот это. А у меня у соседки знакомый, в Красноярске там, они в Красноярске. Это вот там то-то. И она... Мне рассказывает это, мама мне, моя. Я сижу, слушаю. Слушаю, слушаю. Думаю, когда захочет. Пять минут. Она соседке говорит. Знакомой той соседке. Я на нее посмотрел. Ай, ну ладно, ладно, все. Ну, это ерунда. А вот помнишь, сынок, в 72-м году, мне было 7 лет в 72-м году, у нас мы жили там, соседи были, и вот у них там... Я говорю, мама, слушай. У тебя память неправильная. Ты мне скажи, что вчера в проповеди читал твой сын, ты была в храме. О чем была проповедь Златоуста? К примеру. Ничего не помнит. Ничего не... Я говорю, ты помнишь в 72-м году, Господи помилуй, что кто-то там, какая-то соседка по имени-отчеству, и вот они вот об этом там шукаются. И теперь брат, который... Он просто там находится. Он будет читать потом дальше по-церковнославянски, когда батюшка выйдет. Но пока вот эта болтология идет, он для того, чтобы те, которые сильно не болтают, бабки, услышали Слово Божье, читает его на понятном русском языке. Просто под себя читает. Я не думаю, что он там орет. Ну-ка вы там заткнитесь, все, не болт. Я сейчас буду читать, как я тут. Нет, не так. Он милый, он хороший. Он просто берет и читает на русском языке. И по идее он думал, какая будет реакция. Бабки. Другого слова нет. Бубасты. Услышав. Должен овострить уши свои. На Христово Слово. И сказать. Упасть на колени и сказать. Благословенный ты, брат. Как открыл нам Слово Божье. Ну, я так предполагаю, что он так думал. Но у него нету того опыта, который у нас. Я бы никогда не решился читать на русском языке. Чего это? Чтобы там не было благословения священника где-то. Но у него нету этого. Но ревность его понять можно. Тебе нельзя, я понимаю. А мне можно. Я легко понимаю. Почему? Потому что я сам тут поревновал. Встал в дверях. Я сейчас не представляю этого. В 98-м году. В 97-м. Встал в дверях Никольского храма. И кто заходил, женщины в штанах и в коротких юбках, без платков. Я их не запрещал им заходить. Там такая надпись была. Без платков и мужской одежды не заходить. И я просто им показывал на надписи и говорил. Ну, как же так? Это не соответствует тому, что вы... И они сами останавливались. И ни одной не нашлось, которая бы через меня прорвалась. Представь, какая совесть еще у людей была. И я себя так вдохновенно почувствовал, я уже начал руководить было, пока не вошли правильные старушки-бабушки. Они на меня посмотрели, взглянули вот на кого-то. Я думаю, ну все, это моя была последняя лебединная песня. Раз! И выскакивает оттуда дедушка Бабай уже. И говорит, ты кто такой? Я говорю, да, я вот смотрю тут надписи. Вот люди идут, я говорю, вот надпись-то вот какая. А ты тут что, поставленные надписи кому-то читать? Надпись есть, без тебя люди прочитают. Ты куда? Нос свой суешь. Я говорю, понятно. Сопрошу. И ясно. Иди отсюда, говорит, пока не прислали тут у хранников с погонами. Ну и целый час вот так вот я там был в ревности в этой находился. Поэтому уж здесь почитать на русском языке, когда бабушки болтают, да это только мило дело. Сергею Игнатову поклону. Так что... Я немножко свой опыт расскажу. То, что сейчас речь идет. Сергей Игнатов начал виноват. У нас как на Урале происходило с братьями. Тоже беседуют во всех храмах. Тут даже говорить нечего. В Морковской Падрахеи. Какой у нас был опыт? Я смотрю. Сперва просто палец губам, как обычно прилагаешь. Да, вроде замолчает. Человек-коринота. А через некоторое время опять беседуют. Потом я уже начал писать. Просто пишу запиской. Вроде жест непонятен для них. В храме надо молчать, молиться. Ну приходим же молиться. Потом местописание уже начал выписывать. Там находил примерно какие устрашающие. И люди молчали на самом деле. Но в дальнейшем там все равно эти же старушки, которые в храме, они потом их человек опять разговаривать начинают. Вот. А то, что вот в храме, он же в храме начал читать псалтырь, да, Сергей? В храме он стал псалтырь читать. Раз они или где нет, и беседуют-то вообще. То ли в притворе, то ли... Ну, конечно, в храме. Если в храме, то, конечно, этого не надо было делать. Ему это понятно. Только не на богослужение. Только не на богослужение, да. Потому что здесь вот понятно тут тоже, кажется. Хотя и разговор... А у меня какой еще опыт был? Пришла молодежь. Я был отец Андрей, священник. А ему с биржи труда молодежь присылали. Им за это платили деньги. При храме они работали. А каждое утро у них читалось... Вычитывалось утреннее молитвенное правило. Там, что я вставал и читал по-церковно-славянски. А они стояли сзади, якобы слушая. На самом деле они не слушая. Стояли болтай, молодые парни. В храме не были. Что им? Им неинтересно все это. Я их выводил, пальцем подманив. Вывожу на улицу. Я объяснял уже, как себя надо в храме вести. Все. Они после этого заходили и просто стояли молчали. А до этого они даже вот так вот стоят. Ноги раскинули. Ну, как обычно на улице стоят. Семечек хватает с сигаретой. Да, вот это еще. И один случай был, что... Вот тогда я один раз уже рассказывал. Некоторые раз, что... Несколько раз. Я прихожу на воскресный, смотрю. Они все в храме. Я так удивился. Я неужели Господь их коснулся. Все. А потом смотрю, литургия началась. Они вышли на улицу. Но я попросил Господа прощения. Господи, прости меня. Вышел, говорю, спрашиваю, что... Ну, и после благослужения, я уж сейчас не помню, вышел к ним. Говорю, что здесь, как пришли-то? Они такие, да, нам батюшка сказал, говорит, если сегодня воскресенье придете утром, я вам понедельник зачту это, как рабочий день. Я к чему-то веду, что можно где-то моменты применять вот эту ревность. Володя Пищиков, вот как брат, он еще даже пожестче немножко поступил, чем Игорь Дубунов, он хоть указывал. А Игорь Володя Пищиков, сам знаете, он такой же габаритный парень, он взял напротив киоска, где торгует, встал просто и спиной все заслонилось. И стоит таким серьезным видом, борода такая, женщина вокруг него крутится, 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 а сказать не могут. Видите-ка, то есть он проявил тоже по-своему ревность. Все, потом, конечно, священнику доложили, и ему пришлось отойти оттуда. То есть, ну, не разговаривать, конечно. Я еще раз повторюсь, Игорь, ты считаешь, что мне тебе понять ревность этого нашего брата Сергия, мне не понять. Я еще раз повторю слова, которые ты, видимо, не услышал, что ревность всегда похвальна. По Боге, ревность по Боге. Похвально. Не по рассуждению. Но единственное, что у меня был вопрос, так как Сережа начал эту историю повествовать, я и спросила. Он подошел к батюшке, объяснил, сказал, батюшка, ну, правда, непорядок, может, вам там в алтаре не видно, не слышно. Я тут стою, молиться невозможно, слушаю новости старушек. Можно хотя бы в этот момент, там, вот, в тот-то, в тот-то момент я почитаю, постою, или чтец почитает, постоит Евангелие, Псалтырли, что он хотел. Или он просто вот решил и пришел. Вот в чем мой вопрос. Давайте, Игнать Тихонович, сейчас, пожалуйста, Сергей Игнатов в храме самочинно стал Псалтырли на русском языке считать или по благословению настоятеля? Не в курсе? А Акин, читает, Радик? Ну ладно, давай дальше, давай читай. Я не видел, что я читаю. Можно я скажу, Игнать Тихонович, я буду говорить громко, вы меня услышите. Сережа нам повествовал историю. Видимо, вы ее знаете. Поэтому к вам сейчас обращаемся за уточнением. Не знаю. Сергей Игнатов, который приезжал, он стал читать Псалтырь в храме. Вы это знаете? Не слышал. Даже не слышал. Хорошо, когда не знаешь, сразу поздно. Нет, ты бы ситуацию объяснил и все будет. Иначе бы понял сразу. Ты же не объяснил. Объясни. Нет, ну пусть объяснил. Я за то, чтобы считал. Аминь. Все, я тоже сам. Объясни. На русском языке не так благословение. Не считайте надо. Разрешение. Капа считает. Благословение обязательно нужно на это брать? Да, без благословения оно не выйдет. А он вышел. А он вышел. Так в том-то и дело, что Сергей, как я поняла из рассказа нашего брата, тоже Сергей вышел. Если его никто не благословлял, значит там священника нету. Ему запретил настоятель это делать. Ну как он может выйти, запретил? Он просто вышел самому. Там не одно шаг, без священника это не сделает. Да, конечно. Да он 20 лет в этом храме, наверное... Что, служил? Он служит в храме? Ну он считает, даже в ангеле, наверное, сказать. Видишь, как они в эту дверь заходят, а около батюшки, около колторяеве. Ну что он понимал или кто? Не знаю. Не знаю. Ну его ревность похвальна. Все, вперед. Седьмой стих. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Толкование. То есть имеем радость и не только радость, но и великое утешение в узах по причине твоей любви, то есть твоего человеколюбивого и общительного расположения сердца. Потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Весьма мудро апостол принимается за дело, напоминая ему о благодеяниях к другим, чтобы более смягчить его, пока он рассудит, что если дает другим незнакомым, то тем более должен делать это Павлу, своему учителю. И не просто сказал, даешь святым, но упокаиваешь сердца святых. То есть, что они все душевно принимают твое человеколюбие как щедро и с утешительным радушием предлагаемое им. Продолжим. 8-9 стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Толкование. «Так, как говорит, ты таков ко всем святым, что их сердца успокаиваются тобою, то тем более я о Христе, то есть, как родивший тебя по Христу, я имел дерзновение повелевать тебе, не как господин твой, но по любви, которую я имею к тебе, и ты ко мне. Что должно или повелевает тебе потребное, то есть, чтобы ты исполнил то, что мне нужно, или что ты почитаешь всех святых, посему и я, соответственно, тому, что потребно, то есть, что подает на мою долю. Я имел дерзновение повелевать». Что падает, наверное. Ну, наверное, падает, да. Не там, где надо. Понятно. «Подает». «Что потребно, то есть, что падает на мою долю, я имел дерзновение повелевать тебе, однако я молю, ибо я имею такое необходимое дело, чтобы умолить тебя. Будучи таковым, говорит посланником, я достойно должен быть и выслушан, как подобает Павлу Старцу, то есть, имеющему авторитет, и по учительскому достоинству, и по возрасту, а ныне получившему еще другое, более важное преимущество, это пребывание в вузах за Христа. «Видишь ли, сколько поводов для убеждения?» «Видишь ли, сколько поводов для убеждений?» «То есть, великое дерзновение, то есть, он своему ученику пишет, что он приказывал ему великое дерзновение имел». «По пальцам загибает, что он говорит, вот столько, как именно?» «Что именно здесь он берет?» «Что побуждает так делать?» «Перечисли, чтобы она укоренилась». «Да уже туда не смотри». «Говори, ты же считал». «Во-первых, что он его родил во Христе». «То, что он старец». «Понятно, что ты мне должен самим собой». «Еще что он говорит?» «То, что старец». «Чтобы на возраст обязательно, как он обо мне характеристику давал, митрополит-то, и говорит. Игнатий, пожалуй, возраст, и поэтому требует особого к себе уважения, уважительного, это проще». «Дальше». «То, что в вузах». «В вузах!» «Вообще тебе непонятно, что ли?» «Человек уже...» «Все это за него...» «То, что общее дело делаем. То, что полезно святым...» «Он это все перечислил как раз». «Нет». «У нас был в общине человек тут один. Хамовитый-хамовитый такой. Глаза сделает, как простокишные. Ничего не понимает, куда лезет ты. Ну и вот он вот это нахамил. Ну, кончилась беседа, я сказал. Потом он говорит, знаешь, что тебя удерживало бы? Ты, если бы так соображал, ты бы этого не делал. В первую очередь, человек старше тебя. Тебя это могло удержать или нет? Человек южный, воспитанный, там он никогда не сделает. Нобелевская премия – это высшая. И там они сделали оговорки, как если человеку хотели присваивать, то он умер, то она никому не присваивается. То есть не отдается деньги эти. Он должен получить сам. И притом только один раз в жизни. Трижды, четырежды героя не может быть. Но первый раз пришлось нарушить из-за женщины. Мария Кирис-Клодовская. Она радиом занималась, облучение которой. Они варили три года, что ли, говорит. Наварили, говорит, на кончике иглы такой. Что это такое? Не знаю. И вот у нее были ученики из Китая. Как она на чем сидела? Но сидели около ее ног. Я говорю, только по глазам могла догадаться, что они согласны. То есть он не согласен. Он бы мог поднять руку, но он этого не делает. Это нельзя делать. А как? Как обойдемся? Сегодня понимать, что Китай – это жестокость. Дорого не в племя. А тогда было не так. Даша, я ему говорю, возраст тебя не удержал. Второе. Присутствие людей, уважаемых людей. Ты при них начал кричать, орать. Тебя это не удержало. Ты не смотришь, что ты епископ сидел или кто-то. Это тормоза, узда. Третьих. Ты бы прикинул с кем разговариваешь. Знания твои и его. Равные или нет? Что там такое? Вася буянит. А? Вася буянит черепанов. А что? Ты разговариваешь, что ли? Он, оказывается, разговаривает у нас. Сильно разговаривает. Прям так громко. Ну, давай. По порядку. Вот это тебя не удержало. Ты бы сравнил знания, с кем ты споришь, или твои знания. Это равные или нет-то? Ну, не равные. Ну, раз не равные, а что ты споришь-то, когда? Если я вот не понимаю в технике, я никогда не стрелял. У меня ее не было никогда, кроме ржавого велосипеда. Дальше я вам вот перечисляю. Так, теперь знания не только общие, но речь шла о божественном, о священном писании. О посещенном писании ты одного процента не знаешь, что тот человек знал. Тебя это не удержало. Дальше. Ты легко мог подсчитать. Сейчас ты выступаешь, у тебя отношения изменяются у всех. Тебя еще не знают, какой ты. Но сейчас, после этого выступления твоего, тебя все будут остерегать. И тебе восстановить авторитет, который был до сегодняшнего дня, не восстановить никогда. Все тебе опасаться будут. Да нет, я с ним не пойду нигде. Он не мог пролить кровь, как воду. Я вам начинаю перечислять шесть причин, которые могли тебя, если бы ты это помнил, ты бы язык прикусил, и так держал его. Ты этого не сделал. Так, я ему бумагу там написал, дал. На, работает. Так он написал еще там сколько, да таким красивым своим почерком, как печатное. Написал, что и вот это меня могло удержать, и вот это. Я не устыдился, а вот если теперь это скажут, что моей жене, да я над ней вас теряюсь за это, вот я сам не воздержан какой-то там. И он начал перечислять, и местописание нашел, где говорится. Вот как надо делать. Мне вчера это было, говорить, не говорить. Скажу будет так, не скажу будет так. Если я скажу, это означает, я вышел на тропу войны. Я уже должен просчитывать все, с 10 тысячами против 20-ти устоять или нет. Тебя бы это могло остановить-то. Но что самое главное, что он это все сделал. Ну, мы больше, можно сказать, не встречались, и он так засох. Вот так надо делать. А это разговор такой, это чисто женский характер. Вася, Вася, вот сядь туда там, посиди пока. Там вода. Ну-ка, оттуда. Подожди, сейчас посмотрим. Какая вода? А тут сидели, просто сидели и много. А кто сидел или еще? Откуда вода-то? Ну, сидели, сынок, натекло. Ну, все, с ног, что ли? Ну, посиди здесь. Женщина, вот говоришь, когда она, она до конца предложения не выслышала, и он тру-ру-ру в ответ. Поэтому она глупая-глупая. Потому что она не может молчать. Тебе сказали, ты это... Ладно пока, как Павла. Хочешь видеть неблаги, удержи из них свое зло. Ну, подожди. Так, удержи. Так, до свидания. Три месяца они встречались, встретились, вот еще ты ходишь на занятия, так я это еще не усвоил. Он размышляет, он такое, там это, трактаты какие-то. Я как-то сказал священнику, царю небесный утешитель, молитва все время считается. Задание тебе, перед народом выступить и сказать проповедь. Ты скажешь, а что там говорить? Видишь как? А у меня начало, по 20-25 минут, я сказал 60 проповедей на эту молитву. 60 проповедей по этой молитве. Они у меня все на мультофоне записаны. Сидел человек и записывал. Женщина, она не может молчать и не может... Ну, в школе она учится нормально, она быстро впадает в маразм. Она просто в пол такой. Поэтому ей надо молчать. И когда начинают что-то там оправдываться, это еще дальше ее отодвигает. Вот не сказала бы, еще было. Никто нет. Такие авторитетные люди были, ты при них начал базлать. Ты еще думал или нет, ну, ты же всех против себя. Ради одного этого ты бы рот не раскрыл. Когда молчит глупец, сойдет за мудрого. У этого нету. Научись молчать. У нас есть у кого мучиться-то. Вот у Василия Черепанова. Ел, не ел, он никогда не скажет даже. Понятно? Везде надо найти что-то положительное и примерно держать. Женщина не умеет молчать. В коклефталстой говорит. Она норовит, говорит, так быстро сказать. Два слова за раз, что было и не было за 10 лет назад. Она все припомнит-то. А ты у нас была решетой, пробрала его. А вы у нас брали укуриц и яйца, под него не подложили обратно. И они начали там, когда дом-то загорелся, подожгли друг друга-то. И они все друг друга-то. И она говорит, по два слова норовит сказать. За раз. И чтоб 5-10 лет назад было припомнить. Злобное создание. Отойди от нее. А как ее учить? Ее так не это. Тебе не укротить ее. Для этого надо ей командировку дать ну куда-то в Тунис, в Йемен, в Саудовскую Аравию. В Чечню. Вот туда примерно. В Чечню. В Чечню-то тут следят, законы действуют. А там нет. Там это... Ну представь себе, елку сделал ребятишкам-то. Всем смертная казнь. Вот так. И у нас бы этого не было. А у нас ни одного канона не принимают священники. И Питимю. Он боится не то, что взять там нож, обрезать. Он не знает этого. Вот держит ребенка кресет. Мне говорят, прокомментируйте это. Вот это. На Украине. Это зараза-то вся с Украины ползет-то. Это дыра в преисподнюю. Все еретики, все Журавлевы все оттуда идут. И он ребенка вот так священник держит вокруг папы, мамы там стоят. Все священникают. И он его ноги опустил. И вот так ладошка на него. А там купель большая мог. Он даже его не закрывает и ничего. И ни один не дрогнул. А что нужно делать? Ребенка взять и сказать, поп, не дури. Или кресишь, или мы пошли. Что ты уродуешь? А после этого нельзя нигде его покрестить будет. Зачем ты это делаешь? Воды много. Видно, бах, там вот такой человек может взрослый зайти. Я посмотрел, ну и что, первым делом папа говорит, за хвост на яму. Видно, что я по по физиономии там 30 лет ему нету. И люди стоят и там напустили, а-ля-ля-ля, его слова не слышны. Видно, что они это все убрали. Вот так. Я о ком говорил-то? Ты догадался? И я? Да я должен договорить по поводу. Сережа, можно вопрос? У нас здесь, в этом месте, за этим столом. Ты догадался? Я не догадался. Ну? Догадалась. Нет. Да, это... Ну, такая у него в болча фамилия хваткая. Слава. Да. Даже Полина Дмитриевна и там вставала и кричала «Но ты, сядь!» Вот так вот. Да их тогда не было еще. Вот так. И он у них ничего не понимает. Он глаза закатит и что дальше? А ничего нет. Вот нам приходил старый обрядец, когда мы 20 лет и с вами. он ничего не может сказать, ничего нету. А у нас служба такая правильная, его с этим и направили, чтобы сказать. И все. Да служба это механическая. Просто буддистские мантры повторяют только и все. Ни в одно не в другое. Видно, что полностью от человека отняли разум. Совершенно деревянные мозги. Такое торжество. Люди, у него ни вопросов, он не поделится ничем. А вот так, а мы так. Ты еретик, переходи к нам. Все. 300 лет на одном стоят. Ни одного проповедника, миссионера нету. За 300 лет. Ни одного художника, ни одного музыканта. И никто ничего не знает. Так он пророчество сказал, вы все все равно будете старообрядцами. С корабляцами. Можно вопрос? Да. У меня вопрос. Я прошу вас объяснить про елки и иглуки. Во многих православных верующих, наших знакомых, я видела, что наряжают все-таки елки. Что делают? Ну, елки эти новогодние наряжают. Ну, и здесь будет берег. Вы, пожалуйста, поясните. Люди говорят, мы же не водим. Вы говорите, идолопоклонничество. Мы же ей не кланяемся. Хороводы там вокруг нее не водим. Зачем это нужно? Объясните. Ничего этого нет. Зачем наряжают? У них прямо закон не делать этого. Вы дерево украшаете. Человеку украшать надо. Внутренне. Где вы такое нашли, чтобы деревья? Про деревья написано, что они делали-то им. Вставали ночью, деревья рубили, как этот гидеон-то. Яровалом его звали до этого. Вставали, дерево, а кто сделают? Убить его. Отец его пришел, говорит, за что заступаетесь-то? Рощи специальные были. Что думаешь, там безелушки вешали? Поклонялись. Зачем дерево украшать? Ветками деревья украшать надо. Ветками. Ветки поставь там, заткни, где это можно. Написано, ветвями деревьев, но не деревья. Все вывернули. Православные. Православие не нюхали даже. Православие, я повторяю, что такое? Это широта взглядов. Это целомудрие. Слова пояснять или не надо? Это чистота. То есть, это практически конечный горизонт, который виден. Они все берут. Смотри, Иоанн Завтаус учился там и в христианской школе. Учитель у него Ливаний был. И они это все видели. Учителя-то были языческие. Василий Великий. И они мудрости-то сколько набирались. И они лихоят, как книжник, наученный Старству Небесному, новые и старые выносят. И они это все выносили. Сейчас узнаешь, человек кто-то, а я был такой-то там, ну, за него. Ну, ты стал верующим-то, ну, продли это свое дело-то. Нет, у него все это подкастрировали, и иди теперь. Мы все делаем неправильно. Я сегодня такой сон видел, не рассказываю, а вот видел, где живем на второй строительной, я на этой стороне стою, а поезд идет, я вижу, он шатается. И он, не доходя до меня, и туда, и вагоны за собой, такая авария, я шатнулся, ну, прям отрядом проснулся, как будто я с аварии вышел. Все время вижу поезда. С чем это связано, не знаю. Крушение. Это что-то есть. А что, я не знаю, но что-то есть. Притом, я ложусь, и всегда молюсь, Господи, если угодно тебе, то и через сновидение, подай образумление. Это что-то будут взрывать, где-то что-то, или что-то такое может быть. Они сейчас ИГИЛ-то там, это вышиб из Сирии, они сейчас целые отряды готовят сюда. Сюда. И их не остановить, ничего нельзя. Для них счастье умереть, они абсолютно не победили. любимые воины, неотступные. Подробно, вот Андрей Ткачев, священник, он перечисляет все, где-то, что у них есть, и как они на нас смотрят, их глазами на нас. Мы проигрываем еще на подходе, уже нас еще не будет. Их нельзя смертью запугать. Он стремится к этому, он идет на смерть. Вот самолет поднимается, эти были камикадзе, войну, японцы-то, и показывает, он разгоняется, и у него там срабатывает что-то, или он дергает рычаг, и эта тележка, на которой он едет, она катится, он назад уже сесть и не может. Если он вылетел, а корабль тут ушел, он делает круг, второй, глядит, где хоть маленькая какая-нибудь там, канонерка ее ударит, и сгореть вместе. Они очень большой урон наносили Америке. Смерть их, это не снаряд. Недолет, перелет невозможен. Он нагружен одной взрывчаткой. Это, там, может быть, две торпеды. И он бьет в нее. Они в один день потопили несколько эсминцев только. Их так воспитывают. Показывают, как они последующие чарпы там выпивают, сакуры этой, что там дают им пить-то. И все. Последнее, во имя императора. Император. Это император, земной бог. Бог, буквально в смысле. Почти 200 кораблей. Когда они сдавали, то есть, здесь, полтора миллиона только армия была. Вооруженная, готова умереть. Сказали, император сказал, война окончена, безоговорящая капитуляция. Их брали, в Барнаул-то сколько пригнали? Крайком партии, суд теперь краевой, где на той стороне КГБ. Это они строили все. Там подземные такие они строили. Домой ни один не вернулся. Я в них печку делал здесь, колбаскину. И он говорит, а я хорошо это все помню. Мы их черепа там раскапывали. У них там зубы золотые брали, вытаскивали. Свечки зажгешь, там череп этой ночи-то. Им интересно было. Японцы добивались показать, где кладбище, памятник какой-то поставить. Плен? Из плена выхода нет. Но они тоже хорошие были. Они умереть пришли, умереть. И главное показывать, уже наступает, все, оружия нет. А граната одна у них, он ее подставляет сюда, рвануло, головы нет. И лежат трупы, трупы, трупы. Они могли еще воевать, но уже приказ данный. Оружие сразу сдали, подняли руки, император сказал, их воспитывают день и ночь в этом. Они не слышали его голоса. И когда он заговорил о безоговорочной компетрации, люди прожили жизнь, деды, прадеды, голос императора не слышали. Он только молчит, и там сановнику какому, передал, сказал, а здесь по радио выступил. Несколько он потерял, конечно, Бог заговорил с людьми. Ах, вот такие. Какое понятие. Я интересовался этим вопросом, документально смотрел, сколько он там был, 40, что ли, лет, в джунглях. Один воевал. Один. Американский диародром найдет там, убьет и спрашивали, что самое трудное. Говорит, одежда, одежда изорвалась. Фруктов тут найти можно. Как он там травой, пытался сшивать листья, какие жил. Ему по радио говорили, привезли родственников с Японии, они говорят с ним на японском языке, выходи. Тихомура, там все уже кончилась война. Ответа нет. Завтра опять кого-то пристрелил. И что на него повлияло, как-то каким-то образом, он узнал, что война кончилась. Он сразу же вышел, все император сказал, разговоры нет. Полковника привезли его. Полковник, который ему давал здесь задания. Да. Ну так после этого, для реабилитации ему предложили то и другое. Он говорит, нет, я пойду в Америку. Поехал туда, все осмотрел, увидел, вернулся. А у нас тут, да хоть какой был. Один в войну дезертир был, убежал, у матери дома на чердаке скитался. Она кормила его там, никто не знает, год, два, три, пятнадцать, двадцать лет. Он слышал, слух хороший, как черви тощат, кору, дерево он лежал. Жизнь вся прошла в этом. И наконец-то прошло судить. Потому что войны нет, урана завещали. Он уже отсидел. Судить понятия никакого нет. Я немножко поясню. Игнатьич объяснил сестре насчет елки, да? У меня такие вот мысли сейчас возникли, я с ней поделюсь. Господь еще в раю дал заповедь не прикасаться. То есть, он понимал, что за этим следует. То есть, человек, если его не послушает, это не послушание. То есть, грехопадение. Ну, и все последствия оттуда. Даже святые отцы на это все смотрели. То есть, откуда елка взяла? Как вот Игнатьич в местописание привело от дерева поклонения. То есть, поклонялись деревам вот это и приносили там жертвы. То есть, вот это вот все. И на это тоже смотрят. Например, шахматы запрещены. Почему? Потому что смотрят всегда в корень. То есть, откуда взялась вообще шахматная игра? Откуда, например, почему запрещено единоборство, там различные вот это, айкидо и так далее, кунг-фу? Почему? Потому что идет, все смотрят в корень. Откуда это все произошло? То есть, не прикасайся к этому. Зачем тебе это надо? Тебе это не нужно. Тем более, вредит твоей душе. Спасение твоей души. Хотя, на первый взгляд, кажется, что она ничего тебе, ну как сказать, не вредна. Ни шахматы, ни елка, и так далее. Мы с Рахилем ходили, и в одном храме я решил священнику дать. Он говорит, он сейчас идет. Он с тобой поздоровался и ушел. Я гляжу, он не выходит. Он там переодевается. Наконец вышел. Молодой священник. Я не говорю, где, в каком городе, чтобы не умирали-то. Стали говорить. А что снимают? Этот подошел и снимает, рядом стоит, там, в закутке-то. Значит, мы не воруем здесь. А разговор зашел о том, что, прям внезапно, он сказал о голубях. Я говорю, так у меня, у вас голубят есть? Я говорю, да. А что он снимает? И опять, вы только уберите отсюда, уберите. Только не надо это. Только уберите. Только не вздумайте выставлять где-нибудь. Да, да давай, 130. Нас выпускают, прямо. Я встал вот так, да Володя-то не допускаю, прямо вырвать надо, сломать. И кое-как. Выходим, я вычли, когда на улице, Володя скорее по ступеням вниз, а я тут с ним остался. Я говорю, бояться-то нечего. Говорили мы, ну, видно. Боится, что, как бы еще не узнали, еще бы не было хуже, чем есть. Выгонят, а куда он голуботен-то? Я говорю, копать не могу, там то-другое, стыжусь. Понятно, куда я пойду? Я говорю, знаешь, батюшка, ты наоборот, скажи, благослови, видно, что 30 нет, я как понял. Благослови. Люди увидят, какие простые у нас батюшки. У них есть хоть что-то человеческое, хоть голубей любят, уж людей-то не любят. Ну, благослови, ничего плохого нет. Ну, давай, благословляй. А он стоит внизу, ну, ладно, тогда Бог благословит. Но только не выставляйте, в это телевидение нет. Он телевидение почему-то больше боялся. Я думаю, все, сейчас он ему дал визитку, он сейчас будет звонить. Звонить он, первым делом. А там телефон-то твой, он на тебя и вышел. Тут вы, на тебя тоже. Так, и он сразу. Я скорее-скорее уходить, да в машину говорю, скорее, Татьяна, нажимай на газ, уходить, он еще еще стоит. Ну, а он благословил, открыто. Ну, ладно, благословляю. Ладно. Так. Ну, телевидение нет. Нигде нет. Это понятно, он каких воспитает. Ученик не выше учителя. Нет он. Он и не может сделать лучше его. Дети-то это все видят. Не надо, ой, я не боюсь, грудь рванул там, плюйте меня на тельняшку. Нет, если ты верующий, ты спокойно, оно всем четко и твердо видно. Назад нет. Да, значит, да. И шагу назад. Я сказал, нет, не уговаривайте, голосовать не пойду, ни за коммунистов, ни из единоросов. Нет. Нет, сказал нет, отстаньте от меня. А мы тебе сделаем там то другое. Ты то ли пугать меня хочешь или наградить, я так и не понял. Ни то, ни другое не действует. Со мной Христос, он выше всех. Так, все понятно, не тратьте время. Еще какие вопросы? Нет, до свидания, больше не приезжайте. Приехал депутат. Один приехал депутат, второй, он на рапаренном масштабе, его жена в машине, здесь потеряемки было. Ну, стали говорить. Я говорю, зачем вы же, вы ничего не сделаете. А вот, я-то был депутатом, так там какие-то средства были, хотели туда, так мы направили вот туда. Он средства направил, те, которые не разбазарили. Варье. Я вот хотел бы найти данные, сколько тратится на депутатов ежемесячно, сколько им выплачивают по стране. И сколько получает законодательное собрание, которое законодательное. Зачем закон давать, когда вот такие вот вороха законов, их никто не знает. И они все решают. Сейчас решили голубей, чтобы в каждом дворе голубят не было. Ну, умею или нет, там в каждом дворе голубей. Кто будет ухаживать? Голубь это, заботиться надо. Он собаку держит, ее надо накормить, за ней надо убрать. А голубь тем более, ну, даже более уязвимый. И погода, и все. Законы, законы. Я спрашиваю, а кто представитель, ну, федеральный инспектор называется, Шуба, Шуба, Николай Михайлович был. А у него там работает, я забыл, кто-то, Оськин или кто. Я говорю, а вот это столько, а это отпечатанные, вот примерно такая стопа, друг на друга, бумаги. Это закон. Я говорю, а кто их знает? Да никто их не знает. Ни один юрист, ни один не знает. Потому что они новые, тот делаем недействительным. Параграф такой, а теперь, сегодняшний день, надо вот так делать. Не надо. А сколько, я говорю, законодательных собраний, сколько областей. И они что-то издают. А что издают, неизвестно. Первый закон, который они приняли, что нельзя арестовывать депутата без голосования Думы. То есть неприкасаемость. Так он и сделал, его поймали тут. Закон такой, его нельзя арестовывать. Под домашним арестом может быть, а так в тюрьму нельзя его толкать. Ну, наконец, это убрали, неприкасаемость. Бандит. И туда шли, посчитали только за первый приз 40, что ли, процентов уголовных, элементов, которые отсидели за преступления. Все правили. Меня не тронешь. Он веером, пальцем все время. Он с нами разговаривает, а с простыми за подлогу рассчитает. Что интересно, шуба никак не добьешься. Николай Михайлович обыкновенный солдат был. Ну, никак. И, наконец, идет, ой, Игнатий Тихонович, добрый день. Так же, вы что-то хотели? Я подошел, говорю, а что это такое с ним сделалось-то? При погодных, нормальных условиях, он прям на меня. Так его сегодня сняли, говорит, тут он. И он сразу превратился в человека. Сразу же. Должность это отними, он и хороший человек. Должность его испортила, ему не надо было давать. А вот чтобы я слышал, только ухом, есть один такой депутат, который ничем не могут взять, но он на коляске ездит. Инвалид с Афганской войны в Томской губернии. Никому не подчиняются. Но не было ни одного дела, чтобы он зря где-то что-то делал. Он тщательно бы с юристами посоветуется, все и так обязаны сделать это. Обязаны. Как музычка, это Сашка-то бил, там прокурора за галстук трясет. Эта женщина подала. Почему не рассматриваешься? Я дольше разу тебя пристрелю на месте. Ну, на него объявили войну и убили. А он-то в данном-то случай, ну, по делу просил, как ты? Женщина приходит, ее обобрали, не возвращаете ничего. Зачем ты прокурор сидишь-то? Кто пойдет на это сегодня? И в мировом масштабе это точно так же. Выверенная политика. Я ничего не хочу советовать. Но только вижу, что как царь Александр Ветий сказал, у России нет союзников, только флот и армия. И флот и армия против вас и поднимутся. Аминь. Они и поднялись. И все. Колчак под лед уйдет. Филимону, 10-й, 11-й стихи. Прошу тебя, сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был никогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его толкование. Еще не упомянул имени того, за кого он ходатайствует. Предварительно смягчает Филимона, похвалою слуги, называя его своим сыном. Почему же так называет его? Потому что, говорит, я родил его, то есть огласил благовестием и уверовавшего повелел крестить. И это в тесных обстоятельствах, в узах. Смягчивший таким образом сердце его, он наконец упоминает имя. Знает, что признание во грехе погашает гнев, поэтому и говорит так. Так как он стал благочестив и свят, и потому, говорит, обоим нам благопотребен. Если полезен Павлу, требующему столь великой ревности, то, конечно, и Филимону. Вместе с тем дает понять и то, что если полезен мне, то он должен быть обратно послан ко мне. То есть тебе передаю его, пользуйся им, как желаешь. Тем, что передает ему, он еще более утоляет его гнев. И комментарий Игнатий Тихоновича Лапкина на слова «Я родил его», то есть огласил благовестием. Сегодняшние священники могут сказать, это мой прихожанин, я его крестил, я его исповедую и прочищаю, это мой духовный сын, дочь. Но сказать, что я родил его, то есть огласил благовестием, он не может, потому что чистой, без всякой примеси проповеди нет почти нигде. Слово «почти» означает исключительную редкость, когда пастырь может сказать, я родил его, то есть огласил благовестием. И отсюда вывод, что практика служения, обращение людей к православию совершенно неправильно, ложно, и это худо. Как в плотской жизни дети рождаются не только у начальников, но и у подчиненных, а они рождаются только у евнуков, кастратов, так точно и в духовной жизни. Каждый христианин должен в конце жизни, подводя итог, ее сказать. Истая 8, 18. Вот я и дети, которых дал мне Господь, я родил их, то есть огласил благовестием. Ну что тут, комментарий-то никакого открытия отодет. Просто приближают. Вот это Анна Афанасьевна, это из ТВ-24-то была, когда говорит, она про меня там пишет. Он говорит, делает что мы пришли? Он то, что написано в Библии, старается сделать, как будто сегодня это было, чтобы люди начали выполнить. Больше ничего нет. Спасибо. Надо оживотворить слово, то что я слышал это. Он сказал, я слышал. А однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. А тут сто раз Бог сказал, я ни разу не слышал. А тут один раз сказал, дважды услышал. Ты любое слово начинай размышлять. А как бы я поступил в данный момент? Апостол Павел, я думаю, взял бы меня с собой или нет, когда мне там 30 лет было. Ну, конечно, меня бы представили ему, а я-то уже знаю Евангелие. Взял бы он меня или не взял? А теперь, если бы я заметил, вот где-то я бы, ну, маленько там хотя бы воспротивился ему, скатал этот, а вот, может, не надо было делать. Я все это прикидывал. Вы знаете, я не знаю, я переживаю. А раз я переживаю, оно и отлагается в душе. Крепко помнишь, что тебе на горе было показано. Что он там видел? Вот эту скинь устроил, потому что видел. Он у нас спросит, а что ты видел? Что слышал? Не видел и не слышал. Прошло-то уже тысячу лет, слуги князя Владимира пришли, вот начинают, и они ему предложили дальше-то обратно, но телевидения не было, записать не записали, но рассказали. И рассказали свои впечатления. Когда дошли до туда, а до этого с евреями встретились, и говорим, а где у вас Родина? До нас нету, мы побеждены были. Только еще вы с нами разговариваете. Хотите, чтобы мы побеждены были? Не надо, плохая вера. Встретились с другими, а это как? А это вот так, нету. Ну еще тут, это не они, это Кирилл и Мефодий, там, эти все те же самые слова. Я говорю, и когда они приняли, вот это, мы были как на небе, я говорю, на каком? У них представление о языческом небе было. Там гурии будут по 40 штук на ночь, и каждое утро они будут опять девсиницами, а он будет теперь трудиться, там работать. Ну и вот они поняли, как я говорю, на соседней улице Павел и старцы проповедуют, тот какой он был, и они бы заглянули к нему, ни одного слова-то не понимали они. Ну кто-то переводчик говорил, уверен он хоть один, как старобряца. Мы самые старые. Вы приняли уже все порченное, а теперь любая какая-то инструкция, она может наоборот вас брать к первоначальному. Вы получили то то, что... Князь Владимирович крестил уже в 900 тысячем лет прошло, в 989-й. Какое приняли-то? Когда за один год так менять можно? Вчера не было, а сегодня и есть. Ну нигде рассуждения нет. Мы старые. Откуда старые-то? До какого уровня старость? Вы приняли то, что было на ваш момент, когда вы были. Сравнивать с Евангелием никто не сравнивал. Ни один посол, они вообще не знали языка. Откуда бы они знали? Воины. Там византии-то ему по всем пяти чувствам ударили. видели. Значит, видели, что красота, ризы, нарукавники, кресты, видели так. Слышали, слышали, пение такое, оно сошлось, и все. Дальше запах, обоняние. Тут кадилов их, окурили, обкурили их там. Дальше дали что-то поесть. И вкусовые, и осязательные есть, что пощупать. То есть все органы чувств, а когда Павла-то были, они слушали только ушами, вероослышанием. Ничего не было этого. Ни Ладана не надо им было, потому что благоухание это та молитва, которую он заканчивал проповедь. Боленька, то гляньте туда, зачем гордиться-то? Ничего там от того апостольского князя Владимира они не принесли. Они взяли с собой лопаты, совковые, и такие, пообедали хорошо, у князя Владимира достаточно было выпить дали им, а те пришли с вином, а можно пить. Ничего не... И после обеда они пошли к Киевским горам копать норы себе. Песченное христианство принесли. Ни одного дня Россия не жила по Евангелию. И кто видит? Николай Семенович Лесков, самый верующий из всех писателей. Ему равных никого не было. Интересно, представили, когда строить памятник Елене на утверждение о Толстом. О, какая глыба, какое человещище. Обязательно в каждый город. Гоголь, о, обязательно, это столько миссий, те чертовщины напустил, нам придется это встречать с этим. Он научил. А это? Бракобес он. О, убрать его. Ни одного памятника не разрешил, Лесково встать. Ни одной улицы нигде нету. Ты разберись, когда и узнай. Ну, какие это был писатели? Это возьми, Мережковский. Ну, а этот друг-то был Пушкина, который около гроба-то у него был, какой писатель, паэт-то? Ну, Василий Андреевич Жуковский. Внебрачный сын барина. У него стихи-то считать-то, язык сломаешь. А ему можно. Да я там кое-что вычитал. У него есть там стих, называется Библия. Найдите, почитайте. Там даже Его упоминается. Как каблучок, каблучок, башмачок, они через барсали, там, с какой стороны жених придет, куда направлен будет. В ночь перед Рождеством гадают девушки. Да. Так там концовка, надо ее читать. Мы-то ее не проходили в школе, а концовка написана, что девушки, вот вы занимаетесь этим колдостом, и к вам черти и приходят. В конце? В конце. Там подпись нормальная, по скрипту, вы не занимаетесь этим. Потому что все хорошо закончилось. Там концовка-то хорошая. На размышлении у парадного поведа Никасов написал. Вот это да. И пошлини с злоем по лиму, повторяя, судьи его Бог, разводя безнадежно руками, и покуда я видя их мог, с непокрытыми шли головами. Точка. А там половина поема только. А дальше говорится, как он там за границей, теперь, когда он умрет, как имение делят, где его душа, это все скрылись. Ничего нет. Сейчас полное собрание Некрасова считаю, что еще скрывать-то было. У Пушкина очень много студентов здесь недавно, ну недавно, как там, года два назад, один делал доклад и говорит, я не посмею, говорит, все, здесь в архивы запустили, когда у него столько похабщины, столько безобразия, не жили ему, а вы не знали. на 100%, это его, 113 любовниц Пушкина, как Королев этот, Сергей Павлович, он ни одной пухарки мимо не пропускал. Сердечко не выдержал? Обихаживал всех. Нету там, почему нигде, в честь Нацина нет ни одной улицы, Нацина, ни одного города нету. Симон Яковлевич, 24 года умер, властитель молодежи был, от руки переписывали. Он о Боге сколько говорил. Интересный случай, вот сейчас, по нашему тексту, то, что мы проходим, апостол Павел, Господь говорит, что нет пророка в своем отечестве. То есть, в чему смысл подвожу? Апостол Павел хвалит Филимона, хвалит Филимона, как я понял, как благовестника, сотрудника, то есть, которого похваляем другими церквями. Значит, он этого Анисима, раба своего, все-таки как-то оглашал через Евангелие. У него уже там занятия, скорее всего, велись. Он все это слышал. Но раз почва у Анисима была, видимо, не готова к принятию Евангелия, он все это не принял. То есть, ему не легло это на сердце, не уверовал, одним словом. Вот, и я потом расскажу случай, к чему это. В дальнейшем, видимо, пройдя вот этот, когда он своровал, убежал, пройдя эти скорби, сердце уже приготовлено было, и он услышал Евангелие от апостола Павла в вузах, и там уверовал. И стал сотрудником помогать в дальнейшем. А я вспомнил случай, мы с братом отходили, с Игорем Дубновым, по площади Сахарова, да, где его как-то основная. Да. Идем, а там киоски стоят, ну и женщины стоят, торгуют там разными, всяческими, безделушками. Я подхожу, когда я и говорю, вот Евангелие, она говорит, я грешница, мне не надо Евангелие. Но я не нашелся ничего ответить, пошел дальше. Следом идет брат Игорь Дубнов. Он подходит, тоже Евангелие предлагает, она тоже сама говорит, я грешница. Он говорит, да Господь-то пришел как раз с грешником и привел место Писания. Она сразу раз и взяла Евангелие. Понимаешь, вот как бывают случаи. То есть, у меня она не взяла, а у брата взяла. Так ты не сказал. Так я не сказал, да, то есть, я не нашелся, понял, что сказать. Вот Господь по дворе посылал. Да. Вот это да. Нездоровый имеет нужную врачи. Не пойду. Так, у меня вопрос тут по толкованию возник. Я еще сейчас зачитаю вот последнее предложение. То есть, тебе передаю его, то есть, Павел передает Филимону Анисиму. Так? Пользуйся им как желаешь. И дальше. Тем, что передает ему, он еще более утоляет его гнев. Вот это мне немножко непонятно. Утоляет его гнев? Да. Вот так. Еще понятно. Его гнев, гнев кого? У кого обокрали? Филимона. На Анисиму нет, конечно. Филимона обокрали. На Анисиму. Рот закрой. То есть, он гневался на то, что он его оборвал? Он его возвращает. Он был потерянный раб. Его не найдешь как иголку стоги сена. Столица мировая. И он, а как он нашел? Голод наступил. Деньги промотал. Услышал, что тут дают наркоманам всех кормят эти разные еретики, сектанты. Он пришел или наелся им. А попутно ему рассказал о Боге. Вот так я представляю эта картина была. И теперь он тебе не принадлежал? Нет. Я его купил. Я его нашел. И тебе его возвращаю. Теперь не ты мне его даешь, хотя ты должен был мне дать, потому что за мной надо обиходить. И я тебе возвращаю его. Он мой теперь. Прими его. И он утоляет его гнев. То есть принижает гнев. Тушит гнев Филимона. Ну, только попади с меня Анисим. Я тебе наломаю бока. Я тебе доверил, а ты обокрал ночью. Это же ты украл все это дело-то. Залез в сундук, сломал, замок вывернул. Я тебе покажу. А он еще он говорит. Я возвращаю, добровольно идет. Ну, перестань кулаками-то махать. Ну, если ты не понимаешь, я тебе приказываю. Ты должен мне самим собой. Ты-то через меня обратился. И что ты хорохоришься-то? Ну, я его возвращаю. Я бумаг оставить, чтобы он был у меня, прислуживал, посыльным, послания мои рассылал. Вот о чем говорит. А Филимон-то когда получил, на самом деле, я еще хорохорюсь-то. Какие деньги, так и так не вернуть, уже он их промотал. И Павел говорит, если он что украл, считай на мне. На мне. Я тебя рассчитаю за него. Я не говорю, что ты самим собой мне должен-то. Что ты такой? У меня есть такие люди, которые на меня поднялись. Я говорю, ты еще маленько, это звездь-то. Ты где? Тебе что больше всего нравится? Есть. А что нравится? Ну, ты любишь, что у тебя семья такая? Да, а где ты жену нашел? Ты в моей общине его нашел. Ее. Ходил на занятия. Ты мне самим собой должен, а не чем-то. Я могу это сказать, а он этого не понимает. Где он тебя нашел? На улице была? Нет, он тебя там не нашел. Тебя нашел бы там на улице Клеханов, видите. А не Саша Загуляев. Ты у меня нашел здесь его. Возьми хоть Волков, хоть Шевко. Где они познакомились? Здесь в моей общине. Я могу это сказать, потому что сейчас вот я считаю, все пришли. И все пришли через занятия. С кем-то разговаривал. Где-то. Здесь ни одного нету человека, другим путем пришедшего. Книга. А это не два, не три, а 74 только в одном томе. Ты мне всем обязана. А он этого не понимает. Ну, я-то говорю, знаю, как я говорил там одному. Сказать, если так, он в страху умирает. Такой злобный. Ты нашел в общине у меня свою жену. Тихий, смирный пришел. А тесть еще тогда встречается с будущей женой. Ты где-то там, в другом месте. Он сказал, чтобы ко мне ноги его не было. Он не понравился сразу тестью. Так же было. Было. Ну, что, ну, а ты с ней встречался. Ты еще ее не взял, а уже нарушал волю отца ее. Без отца-то ее, где бы она была-то? Ее бы не было. А если бы она была чуждая, не были ее родственники здесь, ее бы не было. Ты познакомился у меня. А потом приходят, спрашивают, как вы думаете, он гожий или не гожий? А я говорю, не совершенно не гожий. Вот. С ним лучше не знаться. Ты будешь горе хлебать вот так вот с ним. Бессовестный, наглый, хомовитый. И все так и идет. Я встретился как-то недавно. Я говорю, какая ты молодец, как ты терпишься. А мне полную свободу дал муж. Это я знаю, говорю, вишневый сад. Она ему дала, а он ей. И они теперь при друге водят там своих любовников, и никто никому претензий не имеет. Свобода-то не о том, что где ты был. Речь о грехе. Шведский стул. Вот такое дело. Ты маленько. Что получил, то где ты получил. Все, Сергей. Я могу об этом говорить. Мне понятно, речь Павла. Мне прямо, как будто это я писал его. Ты должен мне самим собою. Вот Виктор Андреевич, когда-то еще там, везде Виктор Андреевич, это вот в карман старается где-то как-то сунуть, там вот устраивать. это же не просто так. Я говорю, ой-ой-ой. Вот вчера пошли, наши идут, ходят мыть к нашей родной сестре. Она обязательно что-то задаст, там сумку натолкает. Я каждый раз говорю, вот пошли, что-то не отбиться, ничего, ну хоть бы что-то ей дать-то. Она говорит, ничего дать-то. Я сама собой вам должна. Как бы ни вы, я бы не знал этого ничего. Ну, в общем-то, я понимаю, о чем речь идет. И каждый раз вот везде растает, там сада своего нет, всегда какие-то ягоды, где она берет, их понятия не имею. В магазине. Вот у меня это понятно, послание. Есть сестра благодарная. Понятно во всех параметрах, что именно я тебя родил в вузах. Он пишет, я родил, а есть ему в вузах. У меня, у меня эти люди есть. И точно так же, когда, я тогда последний уже, говорится, козырь выкладываю. Ну, тебе зачем подниматься? Ну, послушай, ты самим собой мне должен. Ты вообрази, где бы ты был сейчас? Ну, я и так все знал. А вот тут ты, как раз, и потерял все. Бог, как сегодня кто-то просил этот Игорь у тебя, чтобы заболеть-то, не работать. И она болезнь рядом. Это только сказал так, а я до занятий знал. вот занятия начали свозить. Вот, и ты знал, знал, знал. А вот это ты, что, ходя на занятия у нас, вот это у тебя убирается, и ты возвращаешься сразу на то место, а там еще нет. он сделался хам-хамом. Ходилай, говорится. Или из монахов ушел, родил сына. С саблезубым придурком. Вот так все. Ты научись так, чтобы писание заговорило с тобою. Я говорю, скажите, а какое вы знаете вот место писания в Новом Завете, самое строгое такое? И как он писал, у него буквально рука тряслась. Да, а кто такой? И вы не знаете его. Значит, ты не считал писание. Ты считай, открой послание к филиппистам и открой послание Иуды, послание Иоанна, Иакова, Петра. Я тебе даю на выбор-то. Какое более грозное? Более грозное, чем Иуды, и нет послания вообще в Библии. Нету. И он какие выражения дается? Это деревья, бесплодные, дважды умершие, осенние, с корнем исторгнутые. Еще что-то придумал. Денищие со своими срамотами. Вот как. И сравнивать с чем-то, с дьяволом, и вы хуже дьявола. Хуже. Вот Иоанна Златоуст это все и объясняет. Вот и научись так, ну, выделить, как говорится, вычтение самое главное. Самое грозное послание, а самое такое, вызывающее желание пристроиться к плащущим. Вот так скажу я-то. Ну, так и называется плащ. Если тебе непонятно еще, открывай плащ Еремии и читай, и слезы потекут. Ну, войди туда. Как они были пленены, что потеряли, как они царя любили, эти царебожники. Под его тенью думали укрыться. Там выражения-то какие-то. И вдруг под корень срублено, ничего нету на Голгофу. И он это все выразил. Плащ Еремии. Сама книга плащ. Тебя вызывает это плащ? А ты представляешь. Он завтра сообщает, у нас убили. Ну, сейчас царя нету, а первая-то была. Били. Ну, все-таки надеялись некоторые, что... Ну, знаете, закон-то еще, знаете, еще срок-то. Сейчас рисует там этот президент, он до этого года только все разрушал и разрушал. А теперь просит, дайте еще срок, я буду восстанавливать, все разрушен. Видишь, как люди показывают. Сегодня нарисовали, там такой-то, один глаз у него смотрит, а другой вот такой-то не смотрит. И тут синяк, пингал, его били-то. Ну, фотошоп делают-то. И страха нет. Вы ничего не можете дать, кроме того, что уже есть. Ничего. Ничего. Никто. Интересно, Зюганов говорит, не выставляет свою кандидатуру, какого-то там нашел, как Илюхина. Сегодня уже объявили, вчера, что ли. Это все, значит, сообщат на президента. Это вообще, как она стоит, как она ломается, и говорит, а ей говорит, там, Зюгановский ректор. Или этот говорит, там, встал овелки, говорит, ну, человек-то должно быть, чтобы биография-то была без порога. А еще не так делают. Сильно. Ну, тебя же пьяную тащили. Ну, это когда было? То есть, она чисто по женке рассуждает, она это не. Ну, пьяная была, там, мужиков там перебираешь и прочее. Ну, люди перебер, даже врать-то там, он все и говорит, в эфире это все-то. А она лепит, она не слышит, перебивает, она не годна даже в уборщице, где-то там, в жены бывшей. Игнать Игнатьевич, Игнать Игнатьевич, что сегодня Василия спросили, он так и не постится. упертый. Упертый. Еще никак. Никак. Не топит и не постится. Все то же самое. Подвиг. Подвиг. Царя Гороха. А что? А кому он мешает, что не топит-то? Себе самому. Он делает тепло, одевается, он настоящий сибиряк. Себе самому. Крепость такая, бороться в себе самому. Нет, почему не постишься? Постишься? Да. Ну Игнать Игнатьевич, тепло нагонять. Игнать Игнатьевич, ладно, вы про крепость говорите. Я вижу, вы сидите, вы сидите в рубахе. А он-то в куртке все время сидит. Что это? Это мерзляк настоящий. У нас никого в куртках нет. А может быть, он будет верить к нам, скажет, какие христиане? Ты 30 километров пройди, и потом заговоришь по-другому. Ну 20 рублей, может, я весь мокрый. 30 километров пройди. Допускай хоть поговорить немножко, а то не услышишь голос. А сейчас, глядите, начал, как говорится, восставать. Я вопрос простой задам. А кому он мешает, что он не топит? Я не знаю. Какой ущерб кому? Игорь говорит, что он не постится еще. Ну не постится, поститься надо с ним. Так а он говорит, я, говорит, потому не постил. Я понял, что от мороза. Да, что от мороза спасались. Поэтому ем. Чтобы котелы работали. Да, поэтому ем мясо. Вот. То есть у него... То топку надо поддерживать. Но он любит, опять же, холод. То есть тут палка двух концов. Любит мясо, любит холод. И не любит, чтобы холодно было. Изнутри жар нагоняю. Не понятно, что. Какая-то чукча. Изнутри жар нагоняю. Любит ходить сюда. Сейчас я гей. Возь, а ты когда 30 километров идешь, а до кем не будет. Ты о чем думаешь, а скажи? Ну, я просто люблю ходить. Моришь ты. Это есть в этом. Что я песнопение? Я сочиняю. А стихи сочиняю? Мне кажется, вот лазер. Он расстояние. Эти фокусировки. Ну, расскажи, расскажи стихотворение. Идешь, свистишь, никому не мешаешь. И мне никто не мешает. Вот он. Стихотворение, расскажи какой-нибудь, которое сочинешь. Мне одна рассказывала. А я стихотворение, я музыкальный. А, ты музыку сочинешь? Я стих не тяну. Белый стих только. Я музыкальный. А ты музыку сочиняешь. Так, дайте, Игнать Иванович, скажи. Мне рассказывала одна, она около переходного моста жила. Емщикова Ксения Ивановна. Она знала с подпольщиками. Там был юродивый. А они его приняли. А он зимой в комнату не заходил. А у них, говорит, за рот сено стоял. А он там выкопал в сене. Морозы такие стояли. Мы одна же идем вечером глядим. А оттуда свет идет. Да что же он делает? Федя-то этот, он даже сожжет. Сено. Сено вспыхнет, он даже не выскочит. Мы потихоньку подошли. Ни запаха, ничего нету. А он в это время, он-то не знает, что они идут и смотрят. Он стоял и молился. Его-то придурком считали. И свет такой исходил со всего его, как Серафим Саровский. Вот и все. И когда говорит, даже трудно поверить мне. Трудно. Они иногда делали такое, что... вот так. Ну, поздравляю нашу общину. Слава тебе, Господи. Ну, к Масе это отношения не имеет. Да ну. Она останавливается, у нее спрашивает. Для меня еще самое главное, плавать учиться. А при чем тут плавать? Плавать надо учиться. Пришел, говорю, что ты затеял, плавать, плавать. Да я и так не купаюсь. Маленько погодя, выпадает, потлащила вода его. Ты же говорил, я-то теперь 10 раз вспомнил его. А как это ему было? Вот, говорит, он выгнал корову свою там, другую. Ну, я решила подойти, спросить, ну, жить-то нечем, совсем нечем. Я подошла к нему и говорю, Федя, вот, у меня-то так, все, есть тряпки там разные. Питания-то нет ничего совсем. А он как стоял, а там какая-то свалка, была, он так молча подошел, бутылек вот так вот взял в руки и мне подал и говорит, иди домой, пусть тебя питают. Я взяла его, смотрела, смотрела, ну, бутылек, еще в нем нет, что-то тут есть, а что такое, не знаю. А потом подумала, а бутылек-то может что-то залить туда. А что залить? Она была, эти, ветеринарный врач. Она говорит, дай-ка я мазь сделала, я знаю, мыло достать там с керосином от вшей. А в деревнях вша заедает-то. Я на это сделала мазь, и в деревню ей сразу накормили, дали с собой, дали. И она пошла, один другому передал, в шею всех вывели. Да вы что, точно. И она прожила совершенно безбедно. Она пришла другой раз и говорит, вот, квартира-то у меня большая, может отдать кому-то в аренду-то. Ну, давали там этим это. Он постоял, посмотрел и говорит, полки надо строить. Полки. А зачем полки? Ноты ставить. Ноты ставить, я понимаю, если бы это сказал Оливия Загуляева. Говорит, о той бабке, которая ничего не знает. Я, говорит, ничего не сказала, говорит, опять иду размышляю, что? Иду, а сосед остановился. Ты где была-то? Да что, ты тебя военкомат искал сегодня с утра, говорит. А зачем? Пригнали, говорит, вот сейчас одну, говорит, с юга. И располагать негде. Ну, кто-то сказал, они пришли, вот уже, наверное, сделали. Говорит, они там, захожу, они там туркмены поют, сидят на полках. Ноты. Они по-своему-то. Казахи. Вот. Паровоз бежит, черный дым, труба, самолет летит, СССР, Москва. У него все складно. Вот и все. Вот и все как надо. Он-то сказал, как бы он это сказал, что тебе надо полки строить. А они сидят прямо на этих, на палатах-то. Разбили. Когда считаешь, уууу. А так подошел священник и говорит, ты мне что-нибудь бы сказал, вот надо, ну, как-то, чтобы я, ну, нравственно, совершенствовался. Говорит, что тебе сказать-то? Ты собаку прогуливай. Он идет, давай, женой рассуживает. Недавно вроде с собакой брал у нас эту собаку. А давай собаку осматривать. А у него там, который склепанный был, склепка развязалась, ему протерло, шкуру протерло, мясо там до кости почти. И он не видел этого священника-то, и устыдился, говорит, ужасно как. Откуда бы он знал-то? И собаку мою не знает. Ты ее прогуливай чаще. Ты увидишь, что с ней делается-то. Что ты о людях-то не заботишься? Ты одной собаке ума не дашь. Ошейник-то протерли и все. Я только говорю, то, что слышал. А на практике бывают вот такие люди. Одно слово сказал, думай, ходи, думай, вот бутылек, ты им прокормишься. И она ходила, трясла этим бутыльком дома еще поставить, с той стороны посмотреть. Ну, как он меня прокормит? Ты на ничем не положишь. А дальше уже размышлять начала и вспомнила, она ветеринар. А что ветеринар? Кому я нужна? Ба, да в деревне-то вша заедать. А вша я знаю как. И она в один день буквально все сляпала, и назад первое селение на 20 километров. Ее там приняли. Она тут уже опробовала, все сдохли. Как молвата пошла обо мне, она расхватывала день ее. Вася, вот ты ходишь за 30 километров в наше селение. Давай-ка постись, и мы тебя будем тут с радостью принимать. Начинай веровать в Бога, во Христа истина. Хватит дуру гадать. У нас гребни ценились, гребни, еще женщины. И вот заслонка в русскую печь накаляет ее, а потом вытаскивали, на нее щасали, и вшито падает, треск стоит. Просто кишело. Как вот, знаешь, конопляное семя. Они вши такие интересные, такие толстенькие. С лапками. Лапки у них такие, жопки большие. Вот, надо быть. Видели что ли? Интересно. Вы собираетесь с гостем потерять. На лето. У них там такое жало. Жирная. Хорошее лето было у нас? Шивая. Из Канады, из Канады, из Канады, из Канады, из Канады. Будет у вас или нет еще? Но Канадцам понравилось. Что такое? Они говорили, что хотели бы еще приехать. Это кто там? Ну, там и видно было. Лито, как не смазанная колонка. Надо молиться. Молиться, знаете как? Господи, что мы сделали, чтобы не повредили, чтобы Бог сохранил наши труды от людей и от зверей. Бобры одолевают. Господи, останови их, накорми их в другом месте. Бобры это такой народ. Надо знать, о чем молиться и как молиться. Благодарить за болезни, за здоровье. Вот у нас интересно, мама наша ни разу, я думаю так, не сказала, что у нее ребенок больной. Сегодня где-то что-то маленько простыл. Болеет, болеет. Вы вталкиваете. Еще ты не болеешь. Работай давай, не придуряйся. Все. Ничего никогда не было. Наш отец, вот так руки не было. Мы ни разу не знали, что он простыл там или как-то болел. Ни разу ни одного дня. Ногами было у нее что-то там, пузырей. Мать говорит, цветы-то растут, это какая-то кувшинка или что. Так ей надо натервать. А бабы услышали, а у нас тоже теорематизм был. Ну и как мать говорит, еще помер, помер. Он помер-то, если сейчас он полезет, а потом. Она так спокойно. Ну то есть пожил, да? Помер. Ты чего помер? Здорово. Ну все, Игнатий Иванович. Давай. Нас учили чему-нибудь и как-нибудь понемногу. Как грибай растушал. Достойка есть аркава истину, блажите Тя Богородицу, блесно блаженную и преднепорочную. И вахте Бога нашего счастнейшую Херубин и славнейшую в листовнении Серафим. Безыстрения Бога Слово Божию Сущею Богородицу заповедовал нам церковь, ибо только постом и молитвой изгоняется нечистая сила и страсти. Благослови нас, Господи, на эту неделю, чтобы имя Твое Святое не хулило через жизнь нашу. Посети наших болящих, Сергея Парализона, Анастасию, Людмилу, Константина, Татьяну и всех болящих. Исполни нас благодать и Духа Твоего Святого, чтобы то, что мы делаем, оно принесло пользу ближним нашим. И сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Благослови там, Рахили, семейство ее. Тебе, Боже, слава и хвала за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву в одеяние рук, как жертву вечернее и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ухо Твое и услыши всех молящихся о нас во благо нам и исполни молитву их и прими нашу мольбу во всех заповедуших нам молиться о них, всемогущий Создатель. Укрепи народ Твой, дабы никто не принял начертания зверя. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Послава Богу. А вопрос не к кем можно? А? Вопрос не к кем? Давай. А вы за кто горный Алтай не любите? За природу или за людей? Понимаешь, не природа и не людей. Это есть местность такая, которая особенно наполняется демонами. Демонами нечистой силой. И поэтому люди едут со всего мира сюда, чтобы иметь связь с сатаной. Это как особая считает, космическая дыра какая-то. Это релик понимали. В горный Алтай я ездил в место хорошее. Но здесь очень много того, что против христиан. Ездить туда отдыхать лучше, чем потерять. И отдыхать никак. Елбаны там рядом, со всех сторон лага идут. Не, но посетить можно, не вредить. Да посетить можно, но только не отдыхать. Поехать, что там повредить-то? Вот эти книги у меня все в горном Алтайске печатали. Я горному Алтайску вот так благодарен. Но это именно так. Я на вокзале встречаю люди с большими рюкзаками. Я говорю, откуда? Из Санкт-Петербурга. А зачем сюда, в горный Алтай? У нас там особая связь. Я это знал. Особая связь. Места такие, где прям сам сатана является. И это никакого секрета в этом нет. зачем я туда поеду? Бороться с дьяволом? Я на это не гоже. Я даже боюсь это сказать. Как этот Мотовилов Александр Николаевич говорит, вот бы сразиться с дьяволом. А Серафим говорит, что ты сказал? И он так сидел однажды, порточка открыта. И в это время туман заходит как лент и прям в руки мои заползли. И он стал бесноваться. И говорит, такая сажа была на нем. Ад почувствовал. Шел я, говорит, мог несколько раз в день сажаться скребать, как сгорелого. А потом червь неусыпающий. Я, говорит, брал червя, растягивал его. Так он выползал из меня. Ему показано было. И холод. Холод такой, что все трескалось от холода. А Серафим ему сказал, что раз ты сказал, вот бы побороться со сатаной. Он слышал, а Господь попустит. Ну, я бы хотел посмотреть, как он со мной будет. Я верующий, я причащаюсь каждый день. А его это не задержит. Бог попустил. Понял? И поэтому надо быть очень осторожным. Ты услышал это дело? Мне этого достаточно было. Вот меня один по интернету занимались, и он говорит, я вот из таких-то, там, из Пятое Колено шаманы. Там вера-то шаманская была такая, бесовская-то. Ну, говорит, он, который мне говорит, и говорит, зайди в православный храм. Я говорю, а что я там буду делать? Иди. У меня ноги сами туда идут. Я только зашел, говорит, а там иконы стоят. у нее, говорит, продалетка, все иконы упали сразу на пол. Сила какая. Ну, я говорю, ты понимаешь, что это такое? Ну, она незащищенность, икону подобрала. Я с ним переписывался. Вот такое дело. Лучше нашего места не найдешь. благословенное, как говорят, намоленное. Туда, сюда посмотри, до горизонта видать. А там горы. Ну, куда в горы-то? Там не худо. Ну, смотреть-то красиво, там не вырастить нельзя, ничего не взять. У нас и лес. Бери. Лес стройный. Строевой лес. И там можно и бревна, и что угодно. И хвойные леса. Алтай. Алтай – жительница Сибири. Живчих. Тут и пшеница, и ящмени, и свеклы, и подсолнухи. Все растет. И при том, выйдешь, конца края не видать, поля, ни одной горит у нас. Ты же был, видел, ну, вот и все. Так вот, я тебе свое мнение скажу. Я туда не поеду отдыхать. А люди, которые туда едут, я убеждаюсь уже не раз, что духовного подвига от них не жди. Нет. А Рерих что-то нашел там, как пуп земли. Что, Рерих? Ну, пуп земли. А это он так и понимал. Пуп он называет, но это связь. Пуп земли. Вот я тебе говорю, почему. Бесовская сила там. Зачем же я пойду туда? Надо было, я съездил в горный Алтай, там книги печатались, пошел по типографии, отблагодарил его, он Эдуард Васильевич. Ну, видно, ой, рот этой, как алтайцы или какой-то, очень хороший человек. Люди-то там хорошие. Ну, а там шаманство, взносят жертву там. Один говорит, мы, вот поехал здесь, с алтайской краевой администрации, небольшого роста, я сейчас фамилию его не знаю, можно узнать там. И он поехал в горный Алтай, поехал, по сегодняшний день нигде нету. Нету. А один мужик там поехал, говорит, ну, я говорю, постойте, если меня надо вниз спуститься, то мне, я только спустился, глянул в сторону, а там мужчина стоит, говорит, перед ним женщина, разделываю ножом, разделываю там по кускам. Я, говорит, оттуда как рванул, скорее кверху, на машину. Кто он такой, чего, я не могу тоже сказать. Так что, вот эти люди, которые приехали, чтобы связь иметь, я их видел на вокзале, здесь, в Барнауле. с ними поговорил, ну, видно, что они там, Рериховцы или кто, кому там, Леониду Андрееву там, или Даниилу, кому они подчиняются. Шрастры разные опускаются, но все, однако. Занятия у нас были в этом, политехническом, на третьем тоже? Подожди. На третьем? На третьем. На третьем. На четыреста десятая аудитория. Корпус В. Автопереговорные пункты. А профессора, это, немца там не знаете такого? Он авто, авто, нет, я знал, но он профессор преподает. Ректор, ректор близко знаком был, очень близко. Иссигняев Владимир Васильевич, и проректор по учебной части, в части Семкин Борис Васильевич. У меня там живет, рядом со мной, два профессора, один посельхоз. Это Алтайский государственный технический университет. Один посельхоз, два профессора, живут со мной рядом.